Так, друзья, всем привет! Иду сейчас вдоль дороги на 4-й микрорайон Сходницкой поймы. Северо-западная административная окра города Москвы. Мои любимые районы Покровская-Стрешнева, Северная-Южная Тушина. Вот такой вот осенний лес. Очень красивый. Идем посмотреть усадьбу, которая здесь находится недалеко. Покровская... Нет, не Покровская, а усадьба, которая называется Братцево. И, ну, конечно же, оценить ее красоты в этом осеннем золотом пейзаже пушкинской осени. Идем... Идем... Так, друзья, вокруг меня Дома 4-го микрорайона Сходинской поймы Такой вот, знаете, район старой Москвы 70-х Конца 70-х, начало 80-х Довольно-таки отрезанный от других, ну, как бы, районов и метро Остров Ну, остров это здорово, на самом деле Потому что нет сквозного проезда машин Всегда тишина, уют Вот, да и осень здесь красивая Так, друзья, вот здесь В этом великолепном лесу Напротив 4-го микрорайона Сходинской поймы Построенного уже, ну, понятно В конце 20-го века Находится старинная русская усадьба Построена еще в 18-м веке в стиле классицизма В так называемом паладинском стиле По проекту архитектора Андрея Воронихина И эта усадьба стала именоваться усадьбой Братцева Овладели ей очень много разных именитых фамилий Российской империи Это и Апраксины, и Щербатые, и Хитрово, и Романовы, и многие-многие другие Ну, в общем, эту усадьбу стоит посетить Несмотря на то, что территориально она находится далековато от метро Либо от метро Тушинская, либо от метро Сходинская Ну, Сходинская, конечно, ближе Сходинская, конечно, ближе Да, друзья, ну, конечно, большой недостаток Эта усадьба в том, что вход в нее закрыт Музея здесь нет, дворцового комплекса нет Для посетителей она закрыта Но здесь отмечают периодически какие-то банкеты В общем, разные мероприятия Ну, я так понял, что в коммерческих целях используют Но самое интересное Это история усадьбы Братцева в конце, во второй половине 20 века Все дело в том, что она сыграла очень большую роль в отечественном кинематографе Достаточно вспомнить такие фильмы, как о бедном гусаре «Замолвите слово» Фильм «Барышня-крестьянка» 1995 года Знаменитый фильм Сергея Бондарчука «Война и мир» 1967 года По роману Льва Николаевича Толстого Именно здесь происходили многие сцены фильма Даже из современного кинематографа Если вспомнить фильм «Бедная Настя» 2003 года Помните, такой фильм был в начале нулевых? Мы все смотрели тогда этот сериал Так вот, он тоже снимался здесь, в усадьбе Братцева Помните эти интерьеры и вот этот экстерьер дома? Вообще удивительно Но очень-очень много фильмов снято здесь Потому что именно усадьба Братцева олицетворяет собой такой дворянский стиль И находится здесь, в Москве Не такая узнаваемая, чтобы не тиражировать один и тот же образ в разных фильмах Но и довольно-таки помпезная Для того, чтобы показать вот этот дворянский образ жизни Так вот, как мы видим кстати по названию вот этой усадьбы братцево и по названию вообще вот этой всей прилегающей местности назван и микрорайон один из микрорайонов района южная тушина северная вернее тушина так называется братцево и это конечная остановка трамвая 6 кстати неплохой путь если вы хотите посетить эту усадьбу то садитесь на метро сокол на трамвай 6 и вы оцените красоты москвы северо-западно и северного округа и доедете прямо до остановки от которой всего лишь 15 минут ходьбы до усадьбы братцево смотрите если с этой стороны находится главный дом усадьбы то прямо напротив него на вот этом склоне представьте какой был красивый вид отсюда равописный можно было прямо сидеть на мансарде или вот в этом стеклянном ну вот возле этих стеклянных окон круглого купола и наблюдать вот такой великолепный вид сюда на вот эту пойму и видеть сегодня оттуда можно вот эти многоэтажные жилые дома это уже новые микрорайоны москвы митина мекине на пятницкое шоссе ну и также дома красногорска ортогорсе Продолжение следует...